Рекламно-информационная программа. 18+. Слушайте доктора. Добрый день, это программа «Слушайте доктора» у микрофона Вера Власова. Сегодня передо мной Дмитрий Леонидович Батагов, главный врач Кировского флотцентра. И говорить мы сегодня будем о такой коварной штуке, как гепатит. Итак, начнем, наверное, с общепринятых вопросов. Знаем мы, не понаслышке, общепринятое мнение, опять-таки, что гепатит – это болезнь бедных. То есть настигает она именно, как правило, такие слои населения, которые, скажем так, не имеют возможности элементарных проведения гигиенических процедур. Насколько высока вероятность заболеть гепатитом сейчас? И какова статистика? Я почему был удивлен, когда вопрос пришел о том, что гепатит – болезнь бедных, я вообще об этом первый раз услышал. Я такого мнения не слышал. Правда? Я везде, где читала, везде натыкалась именно на такую статистику. То есть это, скорее всего, я так предположу, что мнение о гепатите как болезни бедных – это о гепатите А. То есть гепатит, который передается преимущественно через воду. То есть у людей нет нормального водоснабжения. Нет возможности покупать какую-то воду, да, ботулированную? Нет, у них централизованного водоснабжения нет, и они ее берут неизвестно где. Соответственно, живут они в условиях, которые уже сейчас считаются ниже стандартных. Вот. Ну, в этом случае – да. То есть гепатит А может быть, можно считать болезнью, в каком-то смысле неблагополучного, образа жизни. Давайте тогда сразу по номенклатуре. Четыре разновидности гепатита у нас известны. Ну, там больше, конечно. Да, об этом еще позже поговорим. Скажем, четыре про основных. То есть это алкогольная болезнь печени, алкогольный гепатит. Это лекарственный гепатит, гепатит вызванный. Или еще другое название, токсический гепатит, как более широкое название. То есть гепатит, вызванный поступлением в организм каких-то веществ неалкогольных. То есть неалкоголя. Это могут быть продукты нефтехимии, это могут быть какие-то… С отравлением, по сути. Ну, по сути дела, да, отравление. Это в том числе могут быть и лекарства. То есть некоторые препараты, они на печени очень сильно действуют. И в инструкциях препарату даже написано, что гепатотоксичны, потому что могут быть изменения в работе печени. Ну, это какие-то там очень сильные антибиотики. Вот, собственно, почему и говорим постоянно, что консультируйтесь с специалистами. Да, это некоторые гормоны. То есть вот женщины принимают оральные контрацептивы, они влияют на печень. Это препараты, снижающие холестерин. Вот ранние, сейчас уже препараты, конечно, лучше эти стали, но вот первые препараты, снижающие холестерин, тоже действовали на печень. Ну и другие, там, противотурбокрулезные препараты. Вот, есть аутоиммуногепатит, это когда организм начинает отторгать сам себя, свои органы и ткани. Это часть одного большого общего аутоиммунного процесса. Такого, например, как ревматоидная артериесистемная красная волчанка. И вот одно из проявлений, это аутоиммуногепатит может быть. Печень тоже может отторгаться своим собственным организмом. Вот, но у нас как бы тема, сужая уже, у нас речь пойдет, ну как бы договаривались, да, в передаче поговорим о вирусных гепатитах. То есть это гепатиты, которые вызваны внедрением в организм вирусов. И внесением каких-то. Да, да, да. Вот, их тоже несколько, то есть в зависимости от того, какой вирус. Есть вирус гепатита А, вот этот так называемый, как болезнь бедных, да, ну, болезнь неблагополучного образа жизни. Вот, это гепатит Б, гепатит С, гепатит Д, гепатит Е. Про Ф говорят, то он есть, то нет, ну там как-то споры идут. И гепатит G еще. Значит, из них гепатит А и Е, это гепатиты некровяные. Я думаю, что мы их в этой передаче так подробно обсуждать не будем, потому что к хронизации они не ведут, ну, к хроническому процессу они не ведут. То есть они текущие обычно, да. Как правило, все-таки излечиваемые, хотя там по гепатиту Е вопросы могут быть насчет излечения и так далее, но я думаю, что мы их вообще не стоим. Ну, в этой программе не будем. Да. Вот, B, C, D и G. Это гепатиты, передающиеся через кровь. G гепатит пока все-таки еще изучаемый. Гепатит D, это гепатит несамостоятельный, он развивается только при наличии в организме уже гепатита B, то есть это гепатит, утяжеляющий гепатит B. Усложенный вирус. Да, но он, конечно, очень сильно утяжеляет. То есть если вирус гепатита D проникает в организм, то у человека шансов жить очень немного. Ну, про исходы мы еще поговорим, потому что про B тоже вы говорили, что... Вот, и остаются два наиболее актуальных в масштабах всего мира, это гепатит B и гепатит C. Это два кровяных гепатита. Вот, про них сказать, что это болезнь бедных нельзя. Это болезнь всех. Болезнь, которой подвержены все страны. И США, и Европа, и Азия, и Африка, и Россия, все. Кстати, один из путей распространения это внутривенные через наркотики, внутривенные. Соответственно, если у нас... Но это же могут быть и не наркотики, то есть просто если используется грязный шприц. Ну да, но в медицинских учреждениях, там, Западной Европы и России сейчас грязные шприцы уже не найти. В Африке еще может быть, допустим, да. В Западной Европе уже нет. То есть грязный шприц в европейских странах это уже все-таки наркоман. То есть те инъекции, которые делаются вне стен медицинских учреждений официальных. Да. Вот. Сюда же можем отнести еще другие помещения и учреждения, эти же маникюрные салоны. А, ну то есть если мы говорим о путях передачи, да, это маникюрные, это тату-салоны. К сожалению, это, ну, совсем обелять медицину не будем, это может быть какие-то стоматологические частные клиники, не только в России. То есть если где-то за рубежом, например, в Азию поехали, недорого зубы поставить. Ну, риск есть много где. Да, риск есть много где. И риск есть всегда. Везде, где есть кровь, то может быть, даже может быть в семье, в бытовых условиях, это использование одной бритвы, одного депилятора. То есть любой порез, там, где попадает открытая кровь на рану другого человека, там может быть заражение. Причем может быть даже не только на рану, а если кровь попадает на конъюнктиву, то есть на слизистую глаза, тоже может быть заражение. В связи с этим у меня такой вопрос бытового характера. Нередко при рекомендациях врачей, при назначении каких-то уколов, они делаются в домашних условиях. И получается, что если неправильно дезинфицировать руки, к примеру, перед проведением инъекций, да, либо как-то что-то где-то не усмотреть, то даже таким путем можно заразиться. Я права? Нет. Это уже из области старшилок. Когда-то, может быть, там лет 30 назад. Сейчас шприцы одноразовые. Конечно, да, надо использовать перчатки. Да, медицинские работники должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. Но сейчас, конечно, такие пути, это уже маловероятно. Очень рады это слушать. Да, я рад это сказать. Редко от вас и слышат что-то такое нестрашное. Вот сегодня как раз тот день. Сейчас мы это напугаем опять. Значит, по поводу гепатита В, помимо вот этих вот путей, связанных с порезами, с уколами, гепатит В очень хорошо передается половым путем. Причем не обязательно при гомосексуальных контактах. Он очень хорошо передается и при гетеросексуальных контактах. Вот. И в некоторые годы на совещаниях говорили о том, что в России гепатит В по способу передачи на первом месте стоит половой путь. А не инъекционный. А не инъекционный. В России, да. В России. Вот. И а не инъекционный там еще какой-то. Сейчас, конечно, это уже все-таки ушло в прошлое. Но все-таки уровень познания, да, и получения информации общества возрос. Нет, уровень вакцинации. То есть вот этот пресловутый национальный проект в 2000, в каком там у нас он году, в 2007 стартовал, как говорили, под выборы нашего президента Дмитрия Анатольевича Медведева. Не знаю, что там под какие выборы, но в этом национальном проекте тогда было провозглашено, ну, не поголовная вакцинация от гепатита В, но почти поголовная вакцинация. Особенно был упор сделан на молодое поколение. И сейчас у нас уже выросло поколение, которое от гепатита В привито. И то есть там занимаются они защищенным сексом, не занимаются они там незащищенным сексом. Вот. Сейчас им уже гепатит В так не страшно, они привиты. Но, конечно, да, надо ревакцинироваться раз в 10 лет, не забывать. То есть там эту прививку от гепатита В надо подкреплять раз в 10 лет. Поэтому Россия в этом плане, я смотрел статистику, но там цифры такие, чтобы когда началась вакцинация от гепатита В массовая, уровень заболеваемости упал в 40 раз. Ого. Неплохо. И, в общем, мы по гепатиту В сейчас всё так уверенно и уверенно улучшаем, улучшаем показатели. По гепатиту С пока нет. Вот. Но положительные моменты тоже есть. От гепатита С, к сожалению, прививки нет. Нет, потому что ещё не разработали. Возможно такое, что оно появится. Да, с гепатитом С проблема такая же, как и с гриппом. То есть вирус изменчивый. Там разновидностей вируса много. И против каждого по отдельности можно прививку сделать от одного. Ну, одну на все пока не получается. И поэтому от него прививки нет. Вот. Пока остаётся только уповать на защиту. Ну, на профилактические мероприятия. Это какие? Ну, опять же, защищённый секс. Опять же, стараться, чтобы чужая кровь не попадала на раны и на порезы на теле. Вот. И если всё-таки у человека вдруг выявляется такое, то по назначению врача начинать лечение. Ну, лечение вирусных гепатитов. Лечение, если мы говорим именно про вирусный гепатит С, оно в несколько этапов уже прошло. Значит, сначала были препараты, комбинации лечебные. Это таблетки плюс инъекции. А сначала это что вы имеете в виду? Ну, это примерно лет так, 15-20 лет назад. То есть, 15-20 лет назад только начали лечить гепатит С? Да. Так вот официально? Ну, да. В России где-то примерно так. Ну, в Кировской области. А до этого? А до этого назначалась поддерживающая терапия. Ну, по большому счёту, и теотропного лечения. То есть, именно, которое воздействует на причину заболевания. Сам вирус, такого лечения не было. И... То есть, чтобы облегчить симптомы, да? Да, да, да. Вирусный гепатит ещё лет 20 назад его называли с горечью, конечно, ласковым убийцей. Потому что он протекал очень... Ну, поначалу мягко, малосимптомно. Вот. Но часто приводил к циррозу печени. И исход был один. Вот. Причём, конечно, раньше времени, может быть, положенного человеку... Ну, вот как бы... Сейчас уже репутация ласкового убийцы у него уходит в прошлое. Потому что препараты есть. Они появились не очень давно. Ну, скажем там, сколько? Ну, лет 5, наверное, назад. Вот. Каждый год появляются новые, улучшаются, схемы тоже совершенствуются. Вот. И у людей уже наблюдается, причём на разных даже стадиях, то есть иногда даже на тяжёлых стадиях вирусного гепатита, наблюдается очень стойкая ремиссия уже годами. Вирус не обнаруживается в крови. Благодаря препаратам. Да, благодаря препаратам. И вот это где-то буквально за последние несколько лет такое произошло. А в России эти препараты используются? Или только в Европе, в Америке? Первое поколение, ну, вот когда инъекции плюс таблетки, да, они используются широко, таблетированы. Вот новые препараты нового поколения, американские у нас, к применению разрешены. Производство других стран у нас в России к применению не разрешены. Поэтому, скажем так, что какие производства определённых стран у нас препараты используются, а других стран препараты не используются. К сожалению, американские препараты стоят значительно дороже, и сейчас очень большой вопрос с ними из-за санкций. То есть как там чего-то... И санкции, и есть некоторые мнения о том, что препараты других стран несколько эффективнее себя показывают? Да нет, они неэффективнее, но их эффективность, наверное, не ниже, чем американских. А цена, да, отличается значительно. Не ниже, но выше эффективность? Да примерно, наверное, на одном уровне. Ну, вот так, если... А противопоказания? Противопоказания там такие же. Там практически всё одно и то же, кроме названия и цены. Американские, конечно, стоят примерно раз в 10 дороже. Ясно. Побочные эффекты? Там всё одинаково. Всё одинаково? Да, ну, за фирмой вы говорили, что какие-то там они минимизированные, да, и... В смысле? Побочные эффекты от препаратов. Нет, у них у всех, у них у всех побочных эффектов не очень много. Они переносятся очень хорошо организму. То есть лечение протекает достаточно комфортно для пациента. Тем более уколы делать не надо. Там вообще всё лечение сводится к тому, что он пьёт одну-две таблеточки в день. Замечательно. То есть есть в мире препараты, лекарства, которые помогают, могут помочь от гепатита С. После лечения, которыми наблюдается стойкая ремиссия. Но в России они на данный момент... У нас очень сложный, да, юридический вопрос по поводу их применения. Препараты других стран, кроме Соединённых Штатов, они непонятно, то ли разрешены, то ли не разрешены. Но не используются широко, по крайней мере. Широко они не используются. И официально. И официально, да. И, соответственно, мы имеем такой исход, который имеем, когда люди не получают... Некоторые люди, которым эти препараты бы нужны, но в силу финансовых возможностей, и в силу финансовых ограничений, в силу вообще... Незнания о существовании таких препаратов элементарных. Они, к сожалению, доступа во время к ним не получают. И пока ситуация такая... Ну, она не очень радостная. Хотя надежда есть. Надежда есть всегда, к счастью. Вот она-то не умрёт никогда, она же не болеет гепатитом С. Идём дальше. По профилактикам, в принципе, мы рассказали уже. Да, то, что защищённый секс, что обязательно мыть руки гигиенические процедуры, не допускать проникновения, да, и... Крови. Да, контактов с чужой кровью ни в коем случае. То есть проверять на то, чтобы были продезинфицированы все инструменты, которыми пользуются в этих же маникюрных тату-салонах, да, и везде, где идёт возможный контакт с кровью. Идут какие-то режущие манипуляции, режущие-кулющие манипуляции происходят. Да, это необходимо делать. Даже обколки ботокса. Даже кабинеты рефлексотерапии. Вот, да, это же популярная вещь. Иглоукалывание вот эти. Да, иглоукалывание, акупунктура вся. То есть везде надо всё-таки смотреть, откуда чего достают эти инструменты, и вообще проходили ли они какую-то обработку. За спрос денег не берут, лучше лишний раз, не лишний раз поинтересоваться. Да, 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 чем потом лечиться от таких болезней. Да, а если вдруг не получилось себя уберечь, а симптомы как можно выявить на ранних стадиях? Да, и возможно ли выявить на ранних стадиях, если это вот ласковый такой убийца, как и говорили? Вот, к сожалению, проблема в том, что совсем-то чётких симптомов может и не быть. То есть есть распространённое мнение, что гепатит – это желтуха, оно неправильное, потому что, ну, давайте я скажу такую вещь, что примерно 9 из 10 гепатитов вирусных начинаются безжелтушно. То есть только 1 из 10. Начинаются безжелтушно. Потом, да, потом в последствии желтуха может присоединиться. Но очень долго может быть вообще в безжелтушной форме, а в виде недомогания, какие-то непонятные нарушения пищеварения. То есть человек может грешить на язву желудка, может быть грешить на панкреатит поджелудочную железу, камни искать у себя в желчном пузыре. Тяжесть в правом подреберье какая-то непонятная. То есть может быть устал. Какая-то слабость. Да, какая-то слабость. Может быть человек думать на ОРЗ. Пока не пойдет и не сдаст кровь. И у него вдруг выявится, что у него и показатели печеночные выше нормы, и вдруг обнаруживаются антитела к вирусу гепатита какого-нибудь там, или Б или С. Это общий анализ крови имеется в виду? Нет, это специализированный анализ крови на антитела к вирусам гепатита БЦ. Это анализ специальный. В поликлиниках такое делают? Делается. Его назначают в обязательном порядке перед операциями. Его обязательно проходят беременные. Так, по некоторым видам медосмотров. Некоторые категории на медработнике обязательно должны проходить. Да, да, там есть соприкосновения, да. Да, да, да. Так, еще какие-то там категории. Я сейчас не очень уж и вспомню. Вот. И вот в этих случаях, да, человек готовится к операции, у него вдруг выявляются антитела, его срочно отправляют к инфекционисту, он бежит, значит, что делать? Ох, ах. Ну, один из первых вопросов, а когда я мог это подхватить? Ну, в принципе, мне кажется, это уже не имеет никакой роли. Ну, людям бывает иногда важно. Ну, конечно, важно. Ну, да, установить бывает очень сложно уже. Потому что большое время. А сколько примерно времени проходит до такой конкретной уже реакции организма? Ну, там, может быть, от полугода. От полугода? Ну, так. Ну, да, от полгода, давайте скажем, от полгода. А так, может быть, и человек может ходить 2-3 года. У него никакой симптоматики не быть. Потом вдруг на анализах выясняется. Буквально случайно. Ясно. Выявили болезнь. Что дальше? Вот в современных условиях в России, у нас здесь, в Кировской области, как обычно проходит лечение? И что говорит врач? То есть, говорится сразу, что, извините, у вас неизлечимая болезнь? Или как это всё преподносится? Нет, врач так не может говорить. Не может говорить. Да, я понимаю. Но пациента всё равно ведь будет понимать. Нет. Во-первых, в современных условиях, вот мы же говорили про препараты, врач не может сказать, что у вас неизлечимая болезнь. Болезнь излечимая. Она трудна, но излечимая. Это во-первых. То есть, в современных уже условиях, про ни излечимую болезнь вообще речь не идёт. Это раз. Второе. Это уже хорошая новость. Да, это уже новость хорошая. Значит, гепатит протекает тоже по-разному. То есть, во многих случаях это бывает поначалу бессимптомное носительство. То есть, вирус есть, симптомов нет ещё. В этом случае лечить особо нечего. Ну, печень-то не разрушается. Вот. Это часто бывает при вирусном гепатите B. При C, конечно, не так однозначно. А при B, да, там есть такое понятие, как бессимптомное HBS, антиген носительство. То есть, вирус есть. Сложно сказали. Ну, да, но если по-простому, вирус есть, симптомов нет. Вирус есть, печень не разрушается. То есть, нужно выгонять вирус из организма? А симптомов-то нет. Значит, там есть такая штука, что в течение этих болезней, что препараты вот эти, которые мы только что нахваливали, они наиболее эффективны как раз, когда гепатит активный. Когда он неактивный, они свою эффективность, ну, как бы, ну, не так проявляют. Ну, конечно, стало незаметно будет. Поэтому всё-таки рекомендуется, ну, скажем так, подождать, когда появится активность. Неактивный гепатит, если пациент настаивает, что да, вот я его хочу вывести, там, и денег не пожалею и так далее, ну, давайте попробуем, можно пролечиться. Опять-таки этими же препаратами, которые мы нахваливали. Вот. А если просто носительство, и у человека большого желания, ну, и финансово возможности нет лечиться, можно подождать. Печень-то не разрушается. То есть рисков, по сути, от ожидания немного, теоретически. Но наблюдаться при этом надо. Постоянно. Да, потому что он сегодня неактивный, а через 3 месяца он активный. Ну, или, там, через полгода. И вот этот момент, когда он вдруг перешёл из неактивного в активный, он, там, такой момент... Ну, является решающим, его важно ухватить. Да-да-да-да. И его, вот главное, не просмотреть. А почему он может перейти из неактивной фазы активного? Нарушение диеты, нездоровый образ жизни и злоупотребление алкогольными и наркотическими препаратами. Вот почему всем, у кого диагностирован гепатит, запрещено что? Пить. Как минимум. Есть маринованные продукты. У-у-у. И, ну, осторожно, крайне осторожно советоваться обязательно с врачом по поводу приёма сильнодействующих препаратов, медикаментов. И стараться высыпаться и всё-таки, ну, как-то более-менее такой образ жизни, размеры навести. Более спокойный, сбалансированный. Мне рекомендуется заниматься спортом, видами спорта, которые связаны с подъёмом тяжестей. Почему? Или ударами по печени. А, из-за печени, на из-за риска. Да, из-за печени, да-да-да. То есть можно запустить процесс. Спорт в целом, физкультура в целом при гепатите не противопоказана. Физкультура, да, конечно. Да, но рекомендуется всё-таки больше работать со своим весом, чем с отягощением. То есть фитнес, аэробика такие простенькие вещи. Плавание. Давайте вернёмся к тому сценарию, когда Вы сказали, что если есть деньги и желание вывести вирус, когда он в неактивной фазе, это возможно с помощью тех самых препаратов. Но при этом ранее, в начале программы Вы сказали, что эти препараты очень мало и редко, и неохотно используются на территории Российской Федерации. Нет, слово «неохотно» нет. Они официально производят, не американского производства эти препараты на территории Российской Федерации, не разрешены к официальному потреблению. Вот, я о чём говорю. Поэтому тут речь не идёт об охоте или неохоте. Да, ну, я имела в виду, что даже если хочется их использовать, то никак не получится. Да, официально их использовать не получится. А в этом случае как тогда можно действовать, если хочется сделать всё официально, если необходимо сделать всё официально, в рамках закона, общепринятых норм, но всё-таки выгнать вирус? Надо встать на учёт в кабинете инфекционных заболеваний у врача-инфекциониста. Врач-инфекционист несёт в реестр на получение препаратов для лечения вирусного гепатита С, и когда подойдёт очередь, пациент получит курс лечения противовирусными препаратами. То есть в любом случае это возможно? Конечно. Надо встать на учёт. Ну, тогда не всё так страшно. Врачу-инфекционисту. Да нет. Я и говорю, что сейчас говорить о том, что эти заболевания неизлечимы, нельзя, они излечимы. Может быть, непросто, может быть, там ещё как-то, но неизлечимы. 20 лет назад было по-другому. Это всё развивается, и это хорошо. Мы говорили сейчас с вами о методе диагностики таком, как анализ крови специальный. Есть ли ещё какие-то способы узнать? Потому что полгода довольно-таки большой срок. И я так понимаю, что за полгода в лучшем случае, если всё-таки человек решится на анализ крови даже. Насколько я понимаю, исходя из нашего, будем так говорить, менталитета, довольно сложно человека стимулировать, пройти какое-то обследование, если он не планирует этого делать. Соответственно, разрушения в организме могут уже случиться какие-то, в том числе влияние вируса на печень. Как ещё можно диагностировать, понять, может быть, это какие-то варианты биопсии или что-нибудь? Нет. Нет, только через анализ крови для определения либо антител к вирусу гепатита, либо для определения наличия самого вируса в крови. Это пресловутая ПЦР-диагностика. Полимеразно-цепная реакция на определение либо ДНК вируса гепатита B, либо РНК вируса гепатита C в крови человека. То есть или то, или то, или то. Других способов определить именно, что да, есть гепатит или нет гепатита? Нет. Все остальные анализы, которые сдают пациенты с вирусными гепатитами, это анализы для уточнения состояния печени, активности вируса, на какой стадии уже зашёл процесс, насколько разрушена печень и так далее. То есть это всё уточняющие анализы. Анализы, которые говорят о том, что есть гепатит или нет гепатита, это на антитела к вирусному гепатиту B и лица, и на определение самого вируса, ДНК и РНК вируса. Я ещё слышала о таком варианте, как эластография. Что это такое и когда это применяется? Потому что я так понимаю, что это новое слово в медицине, в диагностике. Ну да, в какой-то степени, наверное, новое, старое. Вообще, если очень примитивно объяснять, то это такая очень специфическая УЗИ. Очень специфическая УЗИ именно для определения плотности печени. Я так очень простым языком. Вот эта эластография или фибросканирование печени, оно позволяет определить стадию, до которой дошёл фиброз печени. Фиброз сразу давайте поясним, что такое? Уплотнение печени. То есть печень, чем она более поражена каким-то процессом, тем она более плотная. Вот. И её структура более изменённая. Вот. Вот эта эластография, фибросканирование, оно позволяет определить именно структуру печени. Для чего? Для того, чтобы принять, чтобы определить, во-первых, прогноз. Ну, грубо говоря, пациент приходит и говорит, сколько, доктор, мне ещё осталось. Вот. Если стадия F4, то это один прогноз. Он плохой. Ну, он хуже. Он хуже. Он неплохой, он хуже. Если стадия, например, F2, то там, в принципе, ещё всё более-менее. Что такое F и что такое цифры? Там четыре стадии. F1, ну, F1, F2, F3, F4. Но F4, понятно, что уже… F4 – это цирроз. Да. F4 – это цирроз. То есть полная и безоговорочная капитуляция печени. Нет. Вот сейчас это ещё не полная и не безоговорочная. Просто прогноз гораздо серьёзнее. То есть никаких разговоров о том, что там можно ли мне по 50 грамм, вот, можно ли мне там что-нибудь остренькое. Знаете, иногда… Но при гепатите вообще вы сказали, что нельзя никаких ни 50, ни сколько грамм. Но ведь пациенты ведь всё равно. Хочется всё-таки. Но при F4 даже думать об этом нельзя. Вот о 50 грамм, о маринованных помидорчиках, которые, ну как, я же доктор их очень люблю. Нет. Никаких помидорчиков и ничего. Там финишная прямая уже совсем вот не за горами. Рукой подать. Ну, так она, собственно, вот она уже всё. Мы на ней. При F4. Вот. То есть это, во-первых… Извините, а как себя человек чувствует при F4? Он себя чувствует плохо при F4. Вообще, в принципе, при F4 ему надо оформлять инвалидность. То есть, ну, как минимум третья группа. Он прикован к постели или… Нет, он не прикован к постели. Он вынужден соблюдать диету. У него часто бывают отёки. Он, как правило, всё-таки желтушного цвета. Он такой, у кого сильно желтушного, у кого лёгко желтушного. Ну, то есть либо и 50 грамм, при этом, даже очень странно, что человек… Это безумие. 50 грамм при этом – это безумие. К сожалению, вот такое безумие тоже встречается. Вид эвтаназии, получается. При этой стадии каждый 50 грамм – это гвоздь в крышку грубо. Сколько этих гвоздей надо вколотить? Неизвестно. Иногда бывает хватает одного-двух. Так, ясно. F3. Вера, нет. F3 чуть-чуть получше. Ну, тут… То есть, его нельзя, 50 грамм. Нет, нет, нет. 50 грамм можно при F0. Всё-таки можно. Ну, при F0 – печень здоровая. Но вирус при этом может присутствовать в организме? Это самое начало, да. Самое начало процесса. Там вирус, да, может быть. Ну, как правило, пациенты… Если успевают выяснить, да, при этом. Да, да, да. Как правило, они всё-таки уже приходят там, F2. К врачу они попадают уже, как правило, с F2. F1 – это такая диагностическая радость. Ну, всё-таки, значит, не так всё плохо. Диагностическая радость. Нет, F2, F3. F4, да, там уже серьёзно. Лечение. Да, и самое главное, помимо прогноза, это позволяет определить схему лечения. То есть при F4 лечение более интенсивное, при F2 лечение менее интенсивное. И, соответственно, длительность лечения, препараты и так далее. Вот для чего нужны эти стадии и для чего нужна эта эластография. То есть это не блажь, там, врача, там, ну-ка, сходите-ка на дорогостоящие исследования, там, так далее. Вот мне интересно. А, то есть официальная медицина пока, имею в виду государственная, не предоставленная. Нет, 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 почему? Всё, всё, нет, это всё в стандартах уже диагностики. Да, ну, на этой положительной ноте, исследуя все стадии от F0 до F4, то есть у нас сегодня получилась на редкость позитивная программа с Дмитрием Леонидовичем Батаговым, главным врачом Кировского флотцентра. Говорили мы о гепатите и более подробный гепатит ВС, разобрались сегодня. Всё оказалось гораздо проще. Ну, к врачу ходить надо. Обязательно. В любом случае, консультации специалистов, в любом случае, постоянно систематически сдавать анализы, проверять своё здоровье, следить за своим здоровьем, не допускать, чтобы организм капризничал. Да, здоровья всем, опять-таки, желаю, да, Дмитрий Леонидович, вам тоже. Всем здоровья. Спасибо, что держите нас в курсе. Да, у нас ещё с вами по гепатиту одна тема, я думаю, что будет, да, то, что мы анонсировали алкогольный и токсический гепатит. Я очень надеюсь, что вы придёте и отдельно об этом расскажете. Тут бы лучше, наверное, гастроэнтерологов спросить, ну, хорошо. А мы можем и гастроэнтерологов тоже пригласить. Хорошо. Да, спасибо большое, да, здоровья вам. Спасибо, Гора, спасибо, приглашайте. Слушайте доктора. 18+. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь у специалиста.